Чтобы русские фронтовики 21 века победили и вернулись целыми и невредимыми, с таким пожеланием региональное отделение Союза ветеранов Афганистана направляет гуманитарный груз для воронежских бойцов в зону специальной военной операции. Такие газельки уедут в четыре воинские части. Вещи общественники собирали по списку, составленному из пожеланий самих участников СВО. Плюс волонтеры по собственной инициативе подготовили к отправке более тысячи экземпляров обучающей литературы по первой медпомощи. А вот люди с боевым опытом, которые знают, как необходимо праздничное настроение даже на передовой, собрали около ста пакетов со сладостями и коробки с фруктами. Председатель Воронежского отделения ветеранов Афганистана Владимир Михайленко надеется, что бойцы оценят по достоинству его новогодний сюрприз. Старший сын и младший у меня были в контртеррористических операциях участвовали. И я в район боевых действий в Чечню четырежды посещал в то время. Ну и провозил им селедку и кильку. Она им очень нравилась. И они заказывали, привези еще. Ну, думаю, ну если сейчас я еду и без селедки, и без кильки, это же не самое. Мы картошечки взяли, и лучку взяли, и маслица взяли к этой селедочке и кильечке. Данная акция, то есть инициирована правительством Воронежской области, называется «Подарок бойцу». Направляем груз к гуманитарной помощи более шести тонн, включая продукты питания, инструменты, электрооборудование, письма детям нашим бойцам, принимающим участие в специальной военной операции. Кроме этого, передаем машину от Панинского района большой проходимости нашим разведчикам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!